Курочка по зернышку клюет. Крылья Советов заработали одну очко, сыграв ничью с московским «Динамо». А голкипер самарской команды Сергей Рыжиков признан лучшим игроком матча. Матч Крылья Советов «Динамо» не вызвал ажиотажа у болельщиков. Стадион «Самара-Арена» заполнился только на треть. В прошлом сезоне команды разошлись миром. В первой игре победили профсоюзы, во второй – полицейские с одинаковым счетом 1-0. Начало нынешнего чемпионата страны у обеих команд складывается, мягко говоря, не очень удачно. «Динамо» на 10-м месте, «Крылья» 13-е. Поэтому нулевая ничья устроила всех. Игра была рано. И думаю, что было видно, что и «Динамо», и «Димихо» хотим выиграть эту игру. Был хороших моментов и одних, и у других. Моменты были, но немножко не хватило в завершении. «Крыльев Советов» понятно, что на контратаках пытались второй тайм действовать концовку. Нам нужно было этот баланс сохранить. У «Крыльев Советов» – это первая ничья в этом сезоне, хотя был у команды голевой момент в концовке матча. Но мяч снайпер Соболев забил из положения вне игры. «Сегодня мы не приобрели очко, а потеряли два. Я считаю, что могли выигрывать, но чуть не получилось». Хотя вкус победы футболисты «Крыльев Советов» и не ощутили, подсластил вымученную ничью голкипер Сергей Рыжиков. Эксперты признали его первой звездой матча. «В домашних играх в «Крыльях Советов» должны признаваться всегда лучшие нападающие, чтобы они забивали побольше. Курочка по зернышку клюет, так что очечка в копилочку и идем дальше». Следующий матч команда Меодрага Божевича проведет в гостях у Краснодара. Продолжится выездная серия в Грозном с местным Ахматом. В Самару «Крылья Советов» вернутся в 20-х числах сентября, чтобы сразиться с Тамбовым. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.